Так, девчонки, мальчишки, у меня тут на ночь, ребята, как всегда готовка, значит, курица. Муж не захотел сам её делать на этой печке гриль. Стоит ещё шампанское советское. Муж сказал, что уже нет поставок из России. Я думаю, что это шампанское изготовляют где-то в штате Нью-Йорк. Да, мы не будем париться. Короче, я сегодня в магазин не доехала. Смотрите предыдущее видео. Вот готовлю курицу, и мы просто были разные специи. Здесь у меня хлеб выпекается. Тоже были старые дрожжи, представляете, оно всё-таки поднялось. Поэтому нужны для этого хлеба свежие дрожжи. А где их взять? В США таких дрожжей, знаете, такими кубиками. Нет. Нет, не знаю. Напишите, кто в США, где вы берёте дрожжи, как вы хлеб выпекаете. Пока что у меня это неудачная проба. Должен так. Ничего, я думаю, от себя курицу в огонь прикрутила. Гусика накормила, водичку поменяла. Ещё ничего не кушала, не училась. Так, посуду нужно разобрать, там чистая. Здесь протереть, как чёлка, блин, целый день. По поводу Зеленского и Путина, что-то мне херню понаписывали. Может, завтра прокомментирую. Просто достали. Просто достали, блин. Мне людей жалко простых. На Путина и Зеленского мне как бы на их жёны, любовницы, мне поплевать. На их офшорные зоны. И на то, что они себе там мутят. Ну что, девчонки, обещала хлеб показать, как у меня получилось. Это хлеб домашней выпечки. Как бы не хватает свежих дрожжей. Ну вот как получилось, так получилось. Я думаю, всё равно он симпатичный. И мы его слопаем. Правда, Буся? Буся, ты уже покушанный, да, малыш? Иди уже спать. Уже детям спать пора, зайчик мой. Он всё за мной смотрит, что мама делает. Да, давай спать, киджи, да. Мама тебя любит сильно. Сильно тебя мама любит сильно. Ты же знаешь. Так, девчонки, ну смотрите, так неплохо получился. Видите, не очень поднялся, потому что дрожжи были не очень свежие. Буся, ты накормленный. Я сейчас просто сделаю бутерброд с красной рыбой и с горчичкой. И там у меня супчик подогрелся. Это рецепт от моей подружки и моей соседки из Украины. Лайси. Смотрите предыдущее видео. Но пахнет очень вкусно, честно скажу. Очень вкусно. Поджаренная корочка. Видите как? Но дрожжи нужны свежие. Не знаю, где их найти. В Америке. Пахнет вкусно. Вкусно. Знаете, я корочки попробовала. Очень вкусно. И такой вот бутербродик. Красная рыбка. Злые люди. Потому что конфеты не дают, орешки не дают. Злые люди. Что надо? Съел. Четвертая полиция поехала. Что случилось? И все в один и тот же район. Обычно едет полиция, пожарная и скорая. А тут четыре машины подряд полиция. Хотела камеру не вынимать. Отдохнуть сегодня. Немножко. А они вон что творят. Бухи покажешь. Уговорила его комбинезон этот надеть. Сделала здесь дирочку. Вот. Чтобы не сверху шлейку надевать. Видите? Там, где хвостик, оно ему жмет. Хвостик поднять невозможно. Да? А мы привыкли ходить как перец. С поднятым хвостом. Да? Правда, мы сейчас убежали от Добермана. Мы не боимся, но мы убежали. На всякий случай. Доберман сказал. Гоу. Мы услышали издалека и решили маршрут сменить. Буси, пойдем. Так, я сегодня хочу сделать еще одну попытку поехать в магазин. Не знаю, работает или нет. В котором вчера была и не попала. Магазин называется Фудлайн. Муж на работе. Бусенька. Это все не снег. Это все посыпано. Здесь особо щедро посыпают. Давай, иди сюда. Ну, я ему лапки мою. И намазала этой защитной мазью. Протектор. Называется мазь. Для собачек. Щедро посыпали. Гусянька, пойдем. Жайчики маленькие. Сегодня, кстати, столько машин гоняет. На скорости. Явно, что превышают. Здесь, например, 25 миль можно ехать. А он летит, музыка орет. И не соображает ничего. Пойдем, Бусянька. Выходной день, праздник. Сейчас уже послеобеденное время. Все расслабились. Можно погонять. Ну, видать, и полиция за ними погнала. За такими нарушителями. Солнечный денек. Минус 4. Ну что, технику забрали уже, я смотрю. Там, где вчера столб упал и ремонтировали. Но там вот я вижу желтая нить еще. И проезд только прямо. То есть еще дорога перегорожена. А здесь вот сейчас покажу эти ленты. Буся ко мне рядом. Сейчас мы дорогу перебежим. Вот эта вот женщина, она инвалид. Каждый день ходит. Тоже в одно и то же время. Здоровайтесь. Баби, стоп. Не переживай, извините. Вон там вот все перегорожено. И посылают только на скоростную трассу. Вон стоят эти бочки. Проезда нет. Так что вот так. Вот еще идет ликвидация. Аварии. Буся, иди сюда. Напугал женщину. Ну что, магазин собралась. Надела безрукавку, потому что все равно руками придется работать. Знаете, чтобы куртка не мешала. Если куртка с рукавами еще и тяжелая, то это не очень удобно. Здесь в основном вот американцы легко одеваются. Потому что в машину сел, из машины выскочил. Как вчера вот я показывала. Вообще дядька шел в шортах, знаете, летних. Вот я также решила не кутаться. Потому что в магазине это все равно плюсовая температура. Идем. Бусянька. Поставим ему свет включенный. И елочку зажгем. Ну что, попытка номер два не удалась. Муж там командует, приехал. Я видео делаю. Поехала в магазин. Все глухо, закрыто. Я как раз машину разогревала. Муж звонит. Говорит, даже не пытайся. Ну а я же как цель поставила, как барану прямо. И думаю, все равно. Ну не может быть. Еще часов, еще пяти часов нет. И все закрыто вдруг. Мне же надо там покупки сделать, фрукты купить. И я подъезжаю в магазин. Я на парковку поставила. А там глухо. Вообще ни одной машины. Смотрю, муж звонит. Думаю, сейчас остановлюсь. Приторможу. Что он хочет от меня. А я притормозила. Поднимаю. Как бы набираю номер его. Передо мной останавливается машина. Начинает мне мигать. А на парковке вообще ни одной машины. Только вот эта вот машина остановилась напротив меня. И начинает мне мигать. Я думаю, блин, что такое? Начинает там машина бежать. Смотрю, эта машина опять ко мне подъезжает. Думаю, ну все, капец. Преследует меня кто-то. Набираю мужа. Он поднимает трубку. Я говорю, Вова, знаешь, меня кто-то здесь преследует. Кто-то мне подмигивает. Он говорит, а то я тебе подмигиваю. Он возвращался с работы. Узнал, в каком я магазине буду. Решил подъехать. Говорит, это папик твой приехал. Давай, Шуруй, домой. Едь за мной, я сказала. Хотела, кстати, вот он приземлился. Его тачка стоит там. Ручкой махал мне. Давай, выбирайся. Я так согрелась здесь, тепленько. Кстати, наверное, меня не слышно. Вентилятор-то гудит. О, так лучше. Вчера записывала видео и забыла выключить. Насчет подарков рождественских. Муж же мне хотел сделать подарок. Ой, это уже цирк. Я, говорит, хочу тебе сделать сюрприз. Я говорю, какой? Давай обойдемся без сюрпризов. Я тебе придумал два подарка. На Новый год и на Рождество. Ну, говорю, давай, колись. Значит, на Рождество он мне хотел подарить кофеварку. Такую, когда... Вот мы с ним ругались. У нас была тут бурная сцена. И он ее разбил. Точно такую же хотел мне купить. То есть, разбил он кофеварку своей бывшей жены, чтобы я не пользовалась ей. А мне хоть я хотел купить совершенно новую. Может быть, даже лучше. Говорит, сейчас есть такие модернизированные, так сказать. Видите, какой с меня оператор. О, так лучше вообще. Супер. А я уже, дело в том, что он разбил эту кофеварку. Видите, какие у нас бывают... Выплески эмоций. Как у малолеток его. Я говорю, нет. Не надо. Ну, потому что, если я забыла, не настолько она мне уже и нужна. А второй подарок, говорю. Какой? Хорошие французские духи. Я говорю, не надо. Потому что у меня еще стоит три флакона французских духов. Я еще их не использовала. Еще стоят американские. Типа Кельвин Кляйн. Что-то такое. Тоже не надо. Он говорит, а что ты хочешь? Я ответила, деньги давай. Деньги хочу. Дело в том, что не хочу тратиться на всякую ерунду, мелучевку. Вот сейчас придумывать, что мне надо. У меня и так все есть. Придумывать или покупать какие-то, знаете, вещи, которые потом тебе не пригодятся. То есть нужны будут мне духи, поеду, сама выберу или мужу закажу конкретные духи. Кстати, у меня нет такой приверженности к одной или к другой марке. Мне нравится по поводу духов все попробовать. Вот нет такого, я фанатка, там, Шанель номер пять, например. Мне интересно попробовать каждый запах. Сейчас, кстати, у меня еще из Украины остались духи Арифлейм. Я их очень берегу. И вот сейчас я пахну Арифлейм. Потому что в США их не продают. А, соседи вышли, блин. Сейчас начнем здоровкаться со мной. Вот, и поэтому я люблю разнообразие. Сама себе подарок придумаю. Так, зашел, слава богу, любит дядька побазарить. Ни о чем. И что еще хочу сказать. Он перебил меня. Стоит. Стоит в дверях и наблюдает, что я буду делать, почему я не выхожу. Вот. А деньги сейчас, знаете, кризис. Я думаю, что лучше приберечь. И потом не спеша подумать, что тебе нужно, собственно. Уж лучше, наверное, отложить на отпуск даже. На лето. Чем вот так вот разбрасываться там. На статуэтки, на чашечки, на какие-то картинки непонятные. Ну, то есть под настроение. Деньги остаются деньгами. Напишите, как вы, любите ли вы сюрпризы. Я люблю более практичные вещи. И как вы праздновали, если праздновали. И какие подарки предпочитаете. Например, чтобы муж вам покупал что-то. Либо вместе. Либо вы любите единолично сама себе дарить. Так что вот так вот. Все бегу домой. Всех с праздником. Сегодня Рождество. В любом случае, с наступающими новогодними праздниками. Если кто празднует православное Рождество, тоже. Заранее вас поздравляю. Потому что, ну, знаете как. Со всеми наступающими праздниками. Пусть все ваши желания исполнятся. Пусть все будет хорошо. До встречи. Увидимся. Пока. Подписывайтесь на наш семейный канал. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok